Всем привет! Сегодня будет такое влоговое видео. Сижу, смотрю Ленаны видео. Лена Елена, ее ник на ютубе. Посмотрела уже одно видео с ее посылка магазина Гафи. Интересное видео, интересный магазин. Тоже обратила внимание, посмотрю. Спасибо, тоже много новенького рассказала. И вот буду смотреть весна мой гардероб. Ее следующее видео. Очень интересная девушка. Если вы еще не смотрели ее видео, не знаете, зайдите на ее канал. Ссылку оставлю внизу в инфобоксе. И да, сижу, кушаю. Это у меня, кстати, творог, варенье с малиной и сметана здесь добавлена. Очень вкусно получилось. Очень люблю творог именно со сметаной перемешивать, потому что так намного, мне кажется, вкуснее и сытнее даже. Стакан воды рядом. В принципе, все. Я вот пришла сегодня с ночной, отработала, девчонки, так устала. Беспокойная ночь у меня была. Еще скупилась по дороге домой, зашла. Еще посылочка будет. Покажу вам в этом влоге. Если вам интересно, конечно. Да, еще хотела показать. У меня здесь вот такие вот кактусы. Они, конечно, очень маленькие. Вы их не увидите особо. Вот такие вот они. Массипусечки. Они должны такие, как кругляшки, расти. Ну, в принципе, смотрится прикольно, но... Не знаю. Как-то они у меня стояли на подоконнике. И вот здесь вот рядом. И не очень они росли. Как-то все. Не растут и не растут. Их было много. Вот осталось два. Их было штук семь, наверное. Все сдохли. А вот два осталось. Как-то до этого я ставилась сюда, возле компьютера. И они очень хорошо росли. Потом как-то мне надоело здесь наблюдать этот горшок. Я убрала на подоконник. И как-то они все сдохли со временем. Ну, в общем, короче, у меня такая беда. Они так красиво растут. Жалко просто цветочек. Сейчас похрумаю и пойду вам покажу свои покупки. То, что я приобрела. В основном все для дома такое. После этого пойду на почту заберу. Покажу. Ну, пройдемте со мной на кухню. Там-то я все и покажу. У нас такая погода холодная. Вроде бы, в принципе, и солнце светит на улице. Ну, как-то так прохладно. Так что я так быстро, в принципе, пошла. Купила все, что там необходимо. И вернулась домой. Сейчас покажу вам покупки. Покупки такие домашние были. Извините, что шелестеть буду. В общем, купила сметанку. Потом творог купила. И, не знаю, вот это вот какая-то паста разливная молочная с ароматом вершков. В общем, обычное масло такое. Но оно очень вкусное. Мы не каждый раз берем. Потому что мы особо, как бы, не любим там масло с хлебом. Но иногда можно взять, попробовать. Так, этот пакетик я уберу. Это все, в принципе, что я из продуктов купила. Потому что так все у нас есть. И вот то, что я достала уже. Это я в сети Амстор постоянно покупаю вот такие вот средства для мытья посуды. Ну, ихние имена Амсторовская или, я не знаю точно. В общем, я знаю, что оно очень у них дешевое. Это Эсту называется. Это именно фирма. У них очень дешевая и довольно-таки неплохая. Вот это средство я беру, допустим, наполовину где-то выливаю в специальную емкость и наполовину добавляю воды. Я их разбавляю, потому что в таком виде очень тяжело вымывают с мочалки. Ну, мне не нравится, в общем. И довольно-таки экономично расходуется за счет того, что разбавляешь водой. Не то, чтобы там денег нет на это. Но, в принципе, мне хватает той пены, мне хватает того средства, которое получается при разбавлении. Литр этого средства стоит что-то 9 гривен, по-моему. Вот купила две бодьи на прозапас. Купила порошок, стиральный автомат. Покупаю только сарма. Не знаю, мне больше он нравится. Я понимаю, есть другие порошки, которые, в принципе, неплохие. Но вот как-то начала пользоваться, получается, у моего парня мама как-то начала этим порошком пользоваться. Меня тоже к нему приучила. И я как-то вот захожу в магазин и все равно смотрю на этот порошок. В обычных магазинах он 9 с копейками стоит. В Амсторе тоже около 10 гривен. Тоже вот появился недавно. Кто любит сеть Амстор и такие порошки, можете заглянуть туда. И что еще я приобрела из вот этой фирмы Эст. Это ополаскиватель для белья. Вот в таких вот бодейках, тоже литровых. Один у меня с лавандой и второй экзотический какой-то. В общем, я уже их брала. Там есть и синяя такая жидкость в баночке, и зеленая, и, по-моему, такая телесная, что ли. В общем, бежевая. И все эти я уже перепробовала. Запахи, можно так сказать. Пахнут они довольно-таки легко, приятно. И в то же время мне нравится, что они, когда добавляешь вот в емкость для ополаскивателя в саму машинку, они вымывают. Вот принесла. Недавно брала, в общем, никак не могла дойти до Амстора, хотя он тут недалеко от дома, в принципе. Но есть у нас магазин здесь рядом, совсем возле дома, именно возле подъезда. И приобрела вот такой вот. Я его как-то раньше брала, но он очень тяжело вымывается с самой ячейки. И если разбавлять водой его, то получается, остается вода наполовину с этим средством в ячейке. В общем, как-то не очень он мне нравится, не очень удобно им пользоваться. Как-то меня он бесит, и он намного дороже стоит. Вот это вот здесь у нас литр тоже, и он стоит, получается, где-то 14-15 гривен. А вот здесь вот литровые вот эти две штучки, я взяла одна штучка, получается, что-то около 10 тоже гривен, по-моему. Вот за 20 рублей я беру, получается, 2 литра, а здесь 15 стоит 1 литр, и мне не очень нравится. Поэтому, в принципе, девчонки могу посоветовать. Да, запаха там такого супер вау, ах, не дает, но мне просто нравится само то, что белье и мягкое, в принципе, и какой-никакой запах есть. Еще приобрела сиф, беру очень редко такие средства, потому что мне их хватает надолго. Так, еще я взяла такие вот, тоже в Амсторе брала полотенца. Я вытираю лицо только такими бумажными полотенцами, да и на кухне помощник тоже зачастую пользуюсь. Мочалочка взяла такую, я уже, кстати, одну такую брала, у меня на работе сейчас есть. Так, еще я взяла ватные диски, беру всегда свежанка, я просто использую диски ватные, напополам, получается, один ватный диск разделяю и половинку использую для какого-нибудь лосьона, там, тоника. И эти диски очень хорошо разделяются. Мне это очень нравится, получается, и на том диске, как бы, нормально ватки, и на другом. И ватные палочки, да, есть и покачественнее, но если брать из самых дешевых, то ватные палочки мне нравятся тоже больше, больше из этой фирмы. Да, еще взяла в Амсторе тоже плащ дождевой. В общем, в принципе, здесь написано детский, от 7 до 12 лет, но, девочки, я его открыла только что. В общем, там такая фигня здоровая, получается, у меня рукава где-то вот такие вот, наверное, и они очень широкие. В общем, короче, безразмерная вещь, это чисто так, наверное, брать с собой куда-нибудь, там, на природу выезжать, в поход куда-нибудь, чисто накинуть, чтобы зонтик не брать с собой куда-то в дорогу. И еще из покупок для дома купила вот такой вот арома-кристалл, не знаю, девчонки пробовали кто-нибудь или нет. Я не приобретала его никогда, приобрела вот первый раз. Здесь написано, что легкий и свежий аромат в течение 4 недель. И это у меня фруктовая фантазия. В общем, я не знаю, мне пахнет персиком, вот именно персик. В общем, выглядит эта вещь вот так вот, такая вот вещь. И сама штучка, которую можно менять зачастую, это выглядит вот так вот. Так, еще сегодня я приобрела вот в аптеке паста Теймурова. В общем, у меня молодой человек, ею пользуется, мажет ноги от запаха. Она такая немножко, знаете, так с ментолом что ли, как зубная паста, в общем. И не знаю, ему помогает, ему нравится, вот попросил, купила. Стоит, кстати, если кого-то интересует, 12 гривен я покупала. И купила кокосовое масло. У нас были раньше бутылочки кокосового масла, не помню, парашют, по-моему, называется. Но сейчас их перестали завозить в аптеке. И вот я зашла в аптеку, увидела такое кокосовое масло. Действительно натуральное. Здесь ни состава, ничего нет. Не знаю, если этикетка как бы соответствует тому, что в бутылочке. Оно застывшее в бутылочке, не выливается, ничего. Попробую, хотела, вот брала специально для волос. Увидела такой стаканчик, приобрела его для кистей. Я не знаю, в принципе, что я хочу. Я как бы думала, на что у меня глаз упадет, то я и возьму. У меня пока за все это время упал глаз только на вот этот стаканчик. Кажется мне, что он какой-то простоватый. Ну вот, пока, я думаю, можно попользоваться. Тем более, стоил он недорого, 6 гривен. И еще я приобрела в том же магазинчике вот такую вот щеточку для лица. Попробую ею воспользоваться. Хотела такую же приобрести от Avon. Там они стоят 25-26 гривен. А эту я купила за 15. Вот попробую, она еще с крышечкой идет, такой гигиенической. И купила вот такой вот Max Marr лак. Какой-то лечебный, тоже попробую. И еще, девчонки, очень хотела эту вещь. Забыла, как он называется. Увидела, 20 гривен стоила эта вещь. Тоже губочка такая. Я еще не открывала, девчонки. И еще я заходила в трешку. Купила там обычные невидимки. И еще приобрела вот такую вот. У меня одна уже есть такая. Для зубной щетки. Купила своему милому. По крайней мере, какая-никакая гигиена есть. На 8 марта мне мой милый подарил вещь, которую я очень-очень сильно хотела. Так как вы знаете уже, что я там катаюсь на роликах в теплый период времени года. И очень хотела защиту себя. В общем, приобрел он мне защиту. Здесь идут наколенники, налокотники. И такая вот как бы мини-перчатка для рук. Но она идет как будто шину вам наложили. Сейчас будет шумно. Я вам просто хочу показать. Может быть у кого-то там детки есть. И вы там думаете приобретать или нет. Это, кстати, размер у меня S. Правда, мне кажется, что маловато, наверное, немножко. Можно было бы поменять, пойти. Но в принципе, в принципе, неплохо. Вот получается здесь такая железка, которая не дает руке сильно сгибаться, выгибаться туда, если я буду падать, к примеру. И получается здесь вот такая вот вещь. Я не раздеру себе, можно сказать, вот эту область руки. Нигде ничего не раздеру. Я буду падать просто вот на вот эту вещь. Знаете, что меня удивило больше всего, что он выбрал весь этот комплект практически под цвет моих роликов. Вот я забрала посылочку с почты. В общем, было все упаковано в такой вот пакет. Это просто обычный такой полиэтилен. В общем, ну, это уже второй раз мы заказываем, и получается, все приходит в пакете. Не знаю, как это вообще проходит, какие-то таможни, но проходит и проходит. Пакеты не порваны, ничего такого нету. Каждая футболочка была упакована вот в такой вот пакетик. И была куча, и была так куча макулатуры. Вот сами футболки, которые мы заказывали. Если получится, вставлю фотографии, как они выглядят на самом деле у них на сайте, и какие пришли. В общем, больше всего я ждала вот такую вот вещь, потому что я хотела себе такую футболку заказать тоже на лето. Только я хотела черную, а воротничок идет такой, и беленький, по-моему. Здесь швы тоже ровные все, никаких ниток. Да, все было сложено на бумажечке этой. Торчат ниточки только вот на пуговках. Вот торчат ниточки, если вам видно. Вот торчит ниточка. Воротничок тоже сделан неплохо, но сам материал очень такой хлипкий. В общем, очень такой летний. Мама, в принципе, и хотела такую футболочку, чтобы вот летом носить. Ей хотелось такого белого цвета. Я думаю, на нее она подойдет, это однозначно. Ну, как будет, в обтяжку или нет, не знаю. Она, в общем, не хочет в обтяжку. Рукавчики здесь такие немножко на резиночке идут. Вот, если видно, на резиночке немножко. Так смотрится неплохо. Как бы ничего лишнего, обычная такая футболочка. Но больше всего, я вам скажу, мне понравилась вот эта футболка. Я уже не помню, сколько она там стоила. Но материал, во-первых, идет такой поплотнее. Он именно вот... Летом, мне кажется, даже жарковато в нем будет. Не в нем, а в ней. В кофте этой. Рукавчики с подворотом идут. Это очень модно сейчас. Ниточки немножко торчат, но они очень короткие. Это практически незаметно. Швы очень ровные, хорошие. В принципе, этой футболкой я довольно больше, чем вот этой. Хотя на картинке это смотрелось намного лучше, чем эта. Это обычная футболка, которая просто под джинсы. Там можно там в юбку заправить. Я не знаю, там как-то довольная. И одной, и второй вещью. Как маме понравится, не знаю. По размерам, по ихней линейке, которая была предоставлена, там таблица размеров. Там у нас как бы мамин размер совпал 40-42. Это как бы минимальный такой. Еще был вариант 42-44. Но уже там побольше габариты идут. И как-то мы боялись заказывать большой размер. Потому что будет висеть, будет некрасиво. Заказали 40-42. Так что, если у вас такой размер, я вам дальше скажу, подошло маме или нет. Вот такой вот был заказ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!